Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Землетрясения в Ване в Западной Армении и Айдыне. 44 армянских военнопленных были переданы в Республику Армения. Грузоперевозки и доставка в Арцах осуществляется регулярно. Село Старый Шен Арцах все еще находится в осаде азербайджанцев. Киликея стала крупнейшей свалкой в Европе. На выставке «Столетие армянской графики» представлено 400 оригинальных работ армянских художников. Сильное землетрясение потрясло город Ван в Западной Армении. Землетрясение, произошедшее на глубине 5 километров, вызвало панику в городе. По предварительным данным, пострадавших и повреждений в результате землетрясений силой 4,7 балла нет. Сегодня ранним утром в Айдыне, Кушадасском заливе, произошло землетрясение магнитудой в 4 целых. При посредничестве российских миротворцев 14 декабря произошел процесс обмена пленными. Из Азербайджана в Армению были доставлены 44 официальных подтвержденных пленных, сообщает вице-премьер Тигран Авенян. По его словам, на данном этапе возвращаются те армянские пленные, факт пленения которых подтвержден Красным Крестом и Азербайджаном. Процесс поиска пропавших, без вести и, возможно, пленных других наших соотечественников, и организация их возвращения интенсивно продолжается. Позже о возвращении пленных будет представлена дополнительная информация, отметил Авенян в своей странице в Фейсбуке. В Арцахе восстановлена нормальная работа сфер торговли и услуг. Об этом в разговоре Сармен Пресс заявил исполняющий обязанности министра экономики и производственных инфраструктур Арцаха Армен Товмасян, добавив, что в районных центрах Степанагерта уже действует большое количество продуктовых магазинов. Соответствующие объемы необходимых товаров и их поставки обеспечиваются хозяйствующими с объектами. Поставки из Армении осуществляют компании-грузоперевозчики на небольших грузовых автомобилях. Грузоперевозки в основном осуществляются для ввоза бытовых товаров, имущества, оборудования и строительных материалов, необходимых перемещенному населению, отмечает министр. Село Хиншен до сих пор находится в осаде азербайджанцев. Со вчерашнего дня изменилось только одно. Село патрулирует российские миротворцы, а не там же, где и мы. Об этом ТРТМ сообщил сегодня глава общин села Хиншен Шушинского района Самвел Саркисян. Ранее российский телеграм-канал Варгонза сообщил, что село было разблокировано. Саркисян эту информацию опровер. Последний упомянул ситуацию в селе. Жители не эвакуированы, дорога закрыта, жители не хотят покидать село. Куда идти? Зачем уходить? Мы защищаемся, мы будем защищаться. Наша армия здесь, наша армянская армия здесь, наши добровольцы здесь. Спасибо им. Следует отметить, что из-за подписанного 9 ноября акта о капитуляции Хиншен не входил в число территорий, подлежащих передаче, и согласно карте российских миротворцев, изначально был отмечен в зоне их контроля. Пластиковые отходы со всей Европы скапливаются в килики, что создает серьезную экологическую проблему. Груды этого мусора увеличились в Киликии за два года, прошедшие с тех пор, как Китай закрыл свои двери. В прошлом году Киликия стала основным местом захоронения отходов из Европы. Но какой ценой? Мусор, отправляемый Соединенным Королевством Франции, Италии и Нидерландами в Чукурово-де-Хан, в провинции Адана, собирается в канавах реки и вдоль дорог. Эти отходы, которые необходимо перерабатывать, однако сгорают, вызывая экологические проблемы. Многие активисты опасаются, что эти проблемы усугубятся, поскольку европейские отходы продолжают расти. В прошлом году Турция импортировала около 48 500 тонн отходов в месяц, а в 2018 более 33 тонн. В прошлом году Турция импортировала около 48 500 тонн отходов в месяц, а в 2018 году более 33 000 тонн. НПО Greenpeace заявляет о проблеме, является отсутствие прозрачности и контроля над этим управлением отходами. Защитники окружающей среды в настоящее время обеспокоены тем, что доли общего мусора, маски, перчатки и других средств защиты, используемые во время новой эпидемии коронавирус, увеличилась. После подписания Севского договора в 1920 году армянская келике под французским мандатом, вопреки международному праву, была уступлена Мустафе Кемалю, подписав 99-летнее Ангурское соглашение с Великим национальным собранием Турции и признанной организацией 20 октября 1921 года до 20 октября 2020 года. Армяне келике были убиты вооруженными террористами по приказу Мустафы Кемаля или депортированы в Сирию или ван. На выставке «Столетняя армянская графика», открывшейся 12 декабря, в Музее графики «Стиль» в Гюмри представлено 400 работ, более 150 армянских классиков и современных художников последнего столетия представлены. Как сообщает Армен Пресс, экспозиция уникальна. Она выражает преемственность и связь армянского изобразительного искусства между поколениями, обобщая всю школу армянской графики. Она создает платформу для сотрудничества, особенно для художников, которые находятся в процессе развития, давая им возможность выйти на рынок изобразительного искусства, развивать и модернизировать его. Выставка организована при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. Она продлится до 1 мая 2021 года. Любители искусства могут познакомиться с выставкой и в режиме онлайн, перейдя на страничку Музея графики «Стиль» в Фейсбуке. «Стиль» – первый и единственный музей графики в Армении. Он официально открыл свои двери 25 августа 2019 года. В музее около 6000 гравюр с 17 по 21 века, 300 графических работ армянских классиков и современных художников, а также около 350 афиш советских фильмов 1930-1960 годов. Коллекцию дополнила около коллекции советского стекла, в которой 2000 образцов. Она единственная на постсоветском пространстве. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Маратук». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!